всем привет жертва маркетинга на канале пока шварим сегодня у нас мясо прям ну смысле курица от мира торга блин вот такая запечатанная штука которую по идее надо кинуть в духовку и она будет готова такие форматы мы уже тестировали у меня был черкизон какой-то еще чуть а и кстати мироторг тоже был большой окорок ну что-то не особо зашло здесь курочка по идее у нее больше шансов потому что курица она для меня вкуснее чем свинина я люблю больше курицу и и шансов высушить это мясо учитывая тем более что она в вакууме ну практически нет целый цыпленок табака стоит цыпленок табака 249 рублей за килограмм табака мираторг сковородка грузинская для приготовления цыпленка называется тапака цыпленок тапака а не табака хотя возможно у нас уже общепринятые название цыпленок табака но это странно табак он вреден для здоровья и никотин убивает лошадь а тапака это прекрасная сковородка которая придавливает цыпленка соответственно идеологически вот эта вся история она никак и не может называться тапака потому что это цыпленок в пакете все вот все что его идентифицируют тут нет ничего придавливающего это не тапака мираторг состав тушка цыплят бройлеров маринад вода питьевая экстракт пряности соль поваренная усилитель вкуса да без него никуда правильно мира друг дрожжевой экстракт это то же самое что усилитель вкуса глутамат натрия крахмал картофельный регуляторы кислотности загуститель смесь пряностей горчица рапсовое масло вот весь состав а-та-та 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 мираторг зачем зачем использовать глутамат натрия когда и так все нормально вы же там вот специи соль вода зачем зачем нам еще нужен глутамат я самый ярый защитник глутамата я против демонизации вообще использования глутаматов в производстве потому что я обожаю китайскую кухню в китайской кухне глутамат сыпят как соль какого черта я должен быть против глутамата не смотрите телек крутая штука круто раздражает рецепторы языка но здесь и так все хорошо тут и так бы было вкусно зачем этот глутамат абсолютно непонятно регулятор кислотности до хрен бы с ним это нормально абсолютно и загуститель тоже нормальный смесь пряностей горчицы и рапсовое масло тоже хорошо то есть в целом в целом годный состав мне вот интересно может совершенно случайно совершенно случайным образом знает почему столько патриотической идеологии на пачке сука цыпленка это наша страна мира торг натуральный российский продукт брянская область выращена это я так читаю конечно нет но возможно просто я уже стал немножко цепляться к таким моментам потому что у нас везде идеология идеология бы там но мы вне политики мы туда не лезем давай посмотрим как это все как это все готовить что тут надо делать в общем удалите все этикетки с упаковки перед приготовлением сделайте надрез вдоль всей упаковки запекайте до готовности в течение 40 минут при 180 градусов очень четкая инструкция то есть они они написали не просто запекайте до готовности как многие пишут производители офигели пишите людям это же это же помощь до хозяйки чтобы она не задумывалась напишите конкретно сколько вот это правильно слова до готовности даже можно убрать внимание при приготовлении на открытом огне пакет не использовать то есть можно их достать приготовить на гриле вот эти замаринованные замаринованную сыпу срок годности 15 суток при температуре минус 2 до 4 градусов на пачке заботливо сделана такая штучка за которую можно потянуть и избавиться как написано в инструкции от всех наклеек а это просто легко снимается все больше никаких наклеек нет единственный вопрос где надрез делать с этой стороны или с этой ну наверное с этой чтобы влага туда капала да он так похож на емкость а так он похож на перевернутый таз делаем надрез вдоль всей упаковки единственными не хочется саму курицу надрезать как самура отлично работает с мира торгом и выкладываем на противень вот так на всякий случай чтоб просто мне не заляпать запах довольно приятный но он очень похож на тот же самый запах который был вот в карбонате тоже в таком же мешке карбонат для запекания очень похож он какой-то единый то есть они одни и те же специи используют ничего интересного меняется только мясо а маринад маринад тот же самый но в данном случае я бы не сказал что он мне неприятен вот я не знаю как приготовиться до я подозреваю что игру вкус будет тот же самый только мы будем есть курицу а не не свиной карбонат 40 минут все готово ровно 40 минут так ну что ж маленько вот кожи приклеилась пленка в то же время она и легко отклеилась так что ничего страшного не произошло весь такой черный правда по бокам я полагаю что это на вкус никак не отразится в принципе запах ну серьезно он такой же он такой же как в любой другой вот штуки от мира торга в таком же стиле запеченный ай-яй-яй прилипает кожа все таки ну что такой цыпленок цыпленок мощный как бы сочный это видно по нему он сколько на вытекало соков они все внутри соответственно он не столько прожаривался сколько он пропаривался сказать что сухо конечно вообще невозможно правило цыпленка вы что это не то чтобы сухо это капец как мокро давай попробуем очень интересно чего в итоге получается запахи конечно блин я я не люблю вот этот маринад мира торговский и не знаю чё они от него кайфуют странно между прочим между прочим в данном случае он очень ненавязчивый он не портит вообще впечатление короче я даже ну то есть тут нет смысла прям пробовать дальше грудку и так далее очень очень сочное мясо получается то есть настолько сочное что даже странно вот но это хорошо нет это положительные мнение мне нравится маринад который мне не нравился в карбонате и вот этот привкус этого маринада здесь он не играет практически никакой роли хотя запахами я чувствую а по вкусу я просто чувствую хорошенькую такую просолененькую курочку мягкую при этом в общем и целом да почему нет то есть это по крайней мере действительно честное блюдо оно решает твои какие-то головные боли во первых ничего не заляпалось это спасибо то есть пакет практичный он как бы все внизу да снаружи ничего не вытекло ничего не выкипела это хорошо блюдо получается годное то есть подать семье там на стол почему нет цена весьма адекватная в принципе 300 рублей за целую курицу насколько в шаурмичный курицу стоит тоже нами рублей 200 там 300 до гриль я имею ввиду там кстати вкуснее будет а у рома курочка он целый не продавал и уже не продает жалко рому короче водка вот кто задавил очень мироторг задавил понял я раньше не видел вот этого цыпленка как рома курочка закрылся сразу мироторг пошел выпускать свою продукцию ну серьезно я не могу ничего плохого сказать нормальное мяско нормальное мяско практичная упаковка практичный способ приготовления макарошки отварил на семью разделил там ну давай оценки что ли выставим наверное что действительно разглагольствовать нечего на вкус натуральность цена по вкусу я поставлю 4 мне понравилось скорее понравилось чем нет натуральность давайте поставим 3 все таки да но будем придерживаться общих правил что лучше без чем с поэтому в данном случае на это же лучше без того же глутамата чем с особенно у всякие загустители я вообще не понимаю к чему они здесь ну видимо в маринаде они используются чтобы он лежал на курице за цену я поставлю 5 слушай ну 250 рублей за килограмм уже готового упакованного продукта который только закинуть в духовку и при том это очень натуральный продукт это не какие-то там наггетсы хотя и наггетсы тоже натуральный продукт черт возьми это годно я ставлю 5 баллов в общем этот продукт одобряю мира торг молодцы вообще лень это двигатель прогресса я вот всегда утверждаю все все что сейчас производится все что нас сейчас окружает это из-за того что нам лень когда-то было а товарищи инженеры плюс бизнесмены придумали чтобы нам эту боль как бы закрыть эту лень нам как бы победить как бы чтобы не было нам мучительно больно мучиться от этой я сейчас сказал капитально конечно стиральная машинка придумано потому что лень стирать никто не хочет ходить на озеро полоскать белье тереть об эту терку белье вот это помните как старые добрые русские семечки пожаренные в пакетах уже все не надо жарить семечки сухарики не надо сушить сухарики пошел купил правда химоза адская и это то же самое то есть тебе не надо ни о чем думать ты купил закинул и все и не паришься вот мироторг там черкизова я видел очаково по моему тоже голени куриные петеленка петеленка тоже что-то есть надо кстати сравнить петеленку я не брал попробовать то есть вот эти форматы они мне нравятся они мне нравятся не то чтобы конкретно вот это блюдо понравится в целом формат вот этот он удачный кто-то придумал когда-то и он удачный в общем все ребята жертва маркетинга сегодня у нас был мироторг курочка табака кстати а про табака вообще не табака всем пока спасибо за просмотр давайте до скорых встреч пишите в комментах чё вообще какие товары попадаются это случайно мне попался я пока в перекрестке там выяснял по поводу свежести лосося в инстаграме может за мной кто следит если чё подписывайтесь там бывают всякие приколюхи вот там я выяснял насчет лосося в перекрестке там такой лосось я в жизни не видел я не представляю что с ним должно случиться какая трагедия в его жизни что он стал вот такой вот как сейчас может показывать вам параллельно вы это видите наверно вот поэтому и параллельно такой пока ждал там администратора смотрю лежит взял принципе не прогадался не поужина все теперь точно пока до свидания ой бруно здравствуй а ты чё курицу у них уж на тебе дать кусочек там глутамат правда собака можно глутамат да всем можно глутамат ше чё курицу чё курицу чё курицу а в Продолжение следует...